Приветствую, уважаемые зрители телеканала Управда ТВ. Вы смотрите вашу любимую нескучно информационную рубрику «Пресс-ботва». В студии Антон Картошкин и сегодня я расскажу вам, на мой взгляд, о наиболее интересных событиях в регионе, которые за прошедшую неделю заметили корреспонденты и обозреватели в печатных электронах СМИ издательского дома Ульяна. В печатных электронах СМИ. Рубрика «Потребители» издания «Народная газета» рассказывает о том, как правильно выбрать кондиционер. В жару многие ульяновцы стали приобретать данный прибор. Как поясняет руководитель одной из профильных компаний, наиболее подходящий вариант для квартиры – это сплит-система. Она состоит из двух блоков – наружного и внутреннего. Такая система экономно расходует электроэнергию и позволяет точно регулировать температуру в помещении. Врачи же рекомендуют делать перерывы в работе кондиционера и своевременно проводить техническое обслуживание, иначе использование может привести к аллергическим и инфекционным заболеваниям, так как фильтры загрязняются и накапливаются бактерии, которые попадают в комнату. Раздел «Будь здоров» сообщает о том, что в период жаркого лета водный баланс советуют соблюдать особенно внимательно, ведь из-за жары организм испытывает стресс. Однако утолять жажду нужно правильно. Как поясняют медики, не стоит пить воду большими порциями и залпом. Лучше всего утолять жажду постоянно в течение дня по несколько глотков. А вот если вы заменяете воду фруктовыми морсами и соками, не забывайте, что это уже является полноценным приемом пищи, так как в таком пите содержится большое количество углеводов и сахара. К региональным журналам. Продолжаю обзор третьего номера толстого литературно-художественного и культурно-просветительского журнала «Симбирск». В разделе «Страна поэзия» в приятном соседстве располагаются стихотворные подборки современных поэтов. Олеся Козина описывает все времена года, Анатолий Шутой опирается на посвящение близким людям, поэт Олег Тпортнягин наслаждается тишиной, Елизавета Хапланова размышляет об ТИЭ, Вячеслав Ташлинский всем желает добра. Нина Коваленко рассказывает об особенностях русского характера. На второй цветной журнальной вкладке представлены работы творческой династии художников Горшуновых. Первая же иллюстрация Татьяны Горшуновой в кресле отражает большую любовь и доброту автора «Кошка». Работы с серой кошкой Рыжуля подтверждают свои атмосферы и обаяние. Картина Дениса и Полины словно интерьеры и декорации к нашей жизни. Особенно работы Полины Горшуновой – зарисовки. К национальным изданиям. В 27-м номере газеты «Канаш» на чувашском языке подготовлен материал о посещении активистами Ульяновской областной чувашской национально-культурной автономии одного из удивительных мест Ульяновской области – Скрипенские кучуры. Заметка газеты «Елгат» на мордовском языке гласит о том, что в Мордовском государственном национальном драматическом театре поставят спектакль по пьесе Валентины Мишаниной «Возвращение на круги своя» или «Христос кричащий». Постановка посвящена русскому Родену Степану Эрзе. Рубрика «Кулинарии» делится наивкуснейшими летними рецептами. Стоит взять на заметку конверты из пекинской капусты, малосольные огурцы на минеральной воде, малосольные огурцы с горчицей, оладья с зеленым луком и пасту для бутербродов с зеленью. К районным изданиям. На просторах рубрики «Социум» газеты «Родина и реча Ульяновского района» журналистка Ксения Воронова сообщает, что в Ульяновской области усилят профилактическую работу с отдыхающими на водных объектах. Властимущие поясняют, даже если вы бывалый пловец, отплывать далеко от берега нельзя. Мало ли что может случиться в воде, перехватит дыхание, сведет мышцы судорога, прихватит сердце. Находясь вдали от суши, вы не сможете докричаться до тех, кто на берегу. А если сможете, то где гарантия, что они успеют добраться до вас вовремя? А если вы не умеете плавать, надеетесь на круг или надувной матрас, то и подавно шутить с водой не стоит. А если все же чувствуете, что беда на подходе, кричите изо всех сил, зовите на помощь, отбросив всякое стеснение и надежду на то, что как-нибудь само собой обойдется. Отдыхая на берегу, воздержитесь от спиртного. Обозреватель староманских известий Наталья Дементьева подготовила материал о Татьяне Голубевой, начальнике отделения почтовой связи с тела «Русский юрткульт». Каждое второе воскресенье июля в нашей стране отмечают День Российской Почты. Этот праздник был утвержден указом президента Российской Федерации в 1994 году и нацелен показать высокую значимость отрасли для страны и ее граждан, несмотря на активное развитие интернет-технологий. Для села почта имеет непереоценимое значение. И именно работников почты каждый будний день ждут селяне с новым номером газеты или журнала, с письмами и открытками от близких, с чеками и квитанциями за квартплату. Корреспондент издания «Новое время» Базарно-Сызганского района Алина Сабурова расспросила читателей газеты, готовят ли они сейчас домашний шоколад. 7 июля во всем мире отмечался День шоколада. Придумали праздник во Франции в 1995 году. В былые времена почти в каждой семье варили шоколад по своим рецептам. Респонденты ответили, что раньше в пору дефицита шоколада и шоколадных конфет варили часто, а сейчас есть большой выбор этого десерта в магазинах. Можно приобрести качественный и вкусный шоколад. К тому же это полезное лакомство. В отличие от маленьких сладкоежек, взрослые знают, во всяком случае, так утверждают медики, что он нормализует давление, оказывает позитивные воздействия на состояние нервной системы, помогая бороться с плохим настроением. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». О преобразовании в художественной гимнастике рассказывает обозреватель Михаил Рассашанский. После Олимпийских игр в правилах художественной гимнастики грядут изменения. Акцент сделают на большую грациозность и артистичность спортсменок. Изменения не станут революционными, но существенно повлияют на работу тренеров, хореографов и, конечно же, самих гимнасток. Нововведения направлены на то, чтобы в выступлении гимнасток было больше разнообразных движений, а повторения должны сводиться к минимуму. Обозреватель информационного портала улправда.руаня Колчина задалась вопросами, куда улетела цена на морковь и пока еще не вернулась до адекватных значений, и чего в целом ждать от ценовой политики овощного разнообразия. Рекордный рост цен на морковь и свеклу в июне сделал эти овощи героями в прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В один момент овощи на прилавках супермаркетов подорожали более чем в два раза. По информации областного медицинсельхоза причиной подорожания стало то, что в это время обычно заканчивается срок хранения отечественных овощей и картофеля. Их качество сейчас ниже, чем того требуют торговые сети. Поэтому на прилавках чаще всего попадается импортная продукция. Свой вклад в рост цен внесла и пандемия. Она спровоцировала спрос на мировом рынке и проблемы с логистикой. По мнению аналитиков, морковка — это лишь наиболее заметный эпизод. Цены растут на все, и радужных прогнозов тут делать не стоит. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах улправда.ру и медиа 73. Районные газеты доступны по подписке. Городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего всхода информационных грядок через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин